В минувший четверг на стадионе в Монино состоялась очередная игра по регби чемпионата России этого года. Сюда приехала команда из Красноярска «Красный Яр». Ее позиции в восьмом туре выше, чем у монинских регбистов. Красноярцы сейчас в турнирной таблице вторые, монинцы третьи. Эта игра для ВВА Подмосковья одна из самых значимых. Тем более, что до конца чемпионата осталось совсем немного времени. Да, у нас впереди еще две игры. Вот сегодняшняя игра и последняя игра чемпионата, где мы ставим только максимальную задачу выигрывать, потому что команда должна уверенность приобретать, выигрывая каждый матч. Команда из Монина недавно принимала на своем поле игроков из Новокузнецка, которых обыграла со счетом 21-11. А еще ранее монинцы победили с разгромным счетом регбистов из Краснодара – 83-5. Однако в начале чемпионата ВВА Подмосковья неудачно сыграла с командой из Пензы. И сейчас им нельзя в турнирной таблице откатываться ни на шаг. Сегодня у них противник один из самых трудных в чемпионате. Краснояр – титулованная и сильная команда. Соперник достойный. Я в чемпионате страны в этот день из себя представляет команда слаженную, хорошую, с хорошим подбором игроков команду. Я думаю, они также будут стараться биться в игре, доставать победу. В начале матча для регбистов из Монина все складывалось очень удачно. Они трижды увеличивали счет. Однако во втором тайме монинцы в решающий момент не забили штрафной. Инициатива перешла к красноярцам. Они не только догнали в счете, но и перегнали. Игрок Яра Дин Гордон продавил двух защитников ВВА и занес попытку. Счет стал в пользу Красного Яра 21-16. Самое обидное, что игроки ВВА Подмосковья в конце матча сделали, казалось бы, все возможное, чтобы не отдать победу. Они сравняли счет, но потом спортивное счастье от них просто отвернулось. Три очка, минимальный перевес в пользу красноярцев сохранился неизбедным, несмотря на все атаки монинцев. Итог 24-21 в пользу гостей. Чемпионат России по регби для монинцев продолжится игрой на домашнем поле с командой «Стрела» из Казани. Она состоится 27 августа. Андрей Циханович, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.